Кому-то холст – простор для творчества, а кому-то подойдет и поле. В Уинакске прошел республиканский конкурс «Лучший пахарь». Десятки механизаторов выясняли, кто лучше в своем деле. За соревнованиями наблюдала моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Не хочу расставаться с трактором. Кормилица, как говорится. Это Калсын Бейбулатов, самый старший из участников конкурса. В этом году ему исполняется 69 лет. За полвека работы на земле, признается тракторист, таких масштабных конкурсов в республике еще не было. Соревнования среди пахарей в Дагестане проходят впервые. Время здесь не главное, важнее мастерство. Лучших выбирают по девяти показателям – от глубины вспашки до качества борозды. Землю надо обрабатывать, любить надо землю. Она нас кормит. К земле у участников особое отношение. Особое оно и к своей технике. Так, например, Махмуд Хидиров оснастил салон камерой заднего вида и современным магнитолом, чтобы не было скучно. А это не мешает нам сработать? Нет, это не мешает. И мешает, мы можем сказать, что это не мешает. На турнир в Буйнакск приехали около полутора десятка участников. Вывод по итогам республиканского конкурса победителем признан механизатор сельскохозяйственного колледжа города Буйнакска Сайпулак Гаджибеков. Вторым стал Ислам Боритов из косойуртовского унитарного предприятия. Третье место занял представитель Бабаюртовского района Руслан Ибузов. Отметим, что конкурс пахарей, по словам министра сельского хозяйства, будет проводиться ежегодно. Аграрное ведомство планирует организацию состязаний и по другим рабочим профессиям. Нам очень важно популяризация этих рабочих профессий с тем, чтобы ребята, школьники, городские и сельские, не выбирали профессии экономиста, юриста, шли в сельское хозяйство, потому что здесь можно заработать хорошие деньги и здесь можно показать себе, проявить себя. Батимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Буйнакск.